Первых тем, что Аня, безусловно, очень интересный собеседник, очень знающий человек, и я думаю, что мы с ней продолжим наши эфиры, а потом, поскольку мы разговариваем о такой теме, как чакры, чакр 7, и сейчас мы дошли как раз к третьей чакре, чакра Манипура, ее девиз, ее слоган, это «Сила управления». Аня, я все правильно говорю? Да-да-да, все правильно. Вот, поэтому я предоставляю слово Ане, чтобы она нам рассказала, что такое третья чакра. Еще раз хочу напомнить, что кто, может быть, не слышал нас раньше или забыл, Анна, ведический астролог, сертифицированный консультант по ВАСТу, аромотерапевт, и обязательно послушайте наши январские и декабрьские выпуски, где мы говорили о других чакрах, первый и второй, сейчас третья чакра Манипура. Да, мы с вами последовательно поднимаемся все выше и выше, и сейчас мы будем говорить о третьей чакре, которая является венцом нижнего треугольника, то есть тех чакр, которые связывают человека с землей. Основные показатели этой чакры, да, она называется чакра солнечного сплетения, она находится немного выше пупка, и на физическом плане эта чакра отвечает за важные очень органы. Это печень, то есть наш фильтр природный, это желчный пузырь, селезенка, желудок, и в общем она отвечает за метаболизм. То есть, соответственно, если там важный сейчас момент в преддверии лета похудения, если у вас эта чакра развита слабо, то, соответственно, замедленный метаболизм может давать то, что вы не можете сбросить вес. Да, дорогие женщины, все записываем, нам это очень важно знать. Чакра Манипура, это солнечная чакра, она у нее такой желтый яркий цвет, ее стихия огонь, поэтому она отвечает у нас за такие органы, как желудок и печень, которые тоже подгласны огненной стихии. Да, огонь пищеварения, огонь пищеварения тоже, та же самая область. Действительно, цвет желтый, поэтому если вы смотрите на желтые вещи или носите желтые вещи, то чакра у вас по умолчанию активируется. Есть дополнительный комплементарный цвет, который, наверное, какие-то тонкие вибрации этой чакры открывает, это цвет фиолетовый, который связан обычно с более высокими чакрами. Элемент, как правильно сказала Настя, огонь. Соответственно, сейчас, наверное, активация этого элемента уже важна, потому что мы приближаемся к весеннему сезону, у кого-то уже тепло, у нас пока еще холодно в Москве. И ключевые слова, которые связаны с этой чакрой, это ответственность, то есть то, что связано с управлением, то, что связано с огнем, логика, интеллект. То есть интеллект именно такой вот огненный, да, не воздушный, не получение информации, а ее уже обработка, рассудительность, мнение, когда человек может какое-то произносить, да, то есть это тоже какое-то огненное качество. И мудрость, да, то есть мы немножко здесь и Юпитера прибавили к этой части. То есть помимо Солнца здесь еще такой епитерианский есть влияние, да? Да, ну на самом деле желтый цвет это тоже цвет Юпитера, печень это область ответственности Юпитера, то есть здесь немножко энергии планет у нас соединяется. Считается, соединяется. Так, если мы говорим о чувствах, то манипуры отвечают за зрение. Зрение это чистый элемент огня и зрение, если вы знаете, в ведической астрологии представляют две планеты, это Венера и Солнце, да, то есть две планеты, которые связаны с этим органом, с глазами и со зрением. Звук Ми в нотном стане, да, просто третья наша нота и мантра, ключевая мантра, которая активирует эту чакру, это мантра Рам. И камни желтого цвета, тигровый глаз, желтый сапфир, желтый топаз, янтарь особенно, цитрины желтые, то есть тоже мы можем использовать для активации этой чакры. Их даже можно накладывать на это место, на место, предполагаемое место чакры, это тоже будет, ну как стоун терапия. А ведь янтарь это же, это же не камень все-таки в некотором смысле, но тем не менее он работает с чакрой, да? Да, да, конечно. То есть это отличается от планетарного влияния, потому что я знаю, что янтарь не относят, поскольку вот именно к практике применения в астрологии камня. Да, да, он считается как окаменелость, и за счет своей энергетики, потому что это смола, и это некий такой сок дерева, да, то есть и желтый цвет, он уже достаточно для того, чтобы... Я помню, что я в детстве очень много в Прибалтике время проводила, и там его называют застывшие капельки солнца. Здесь уже даже в этом смысл определенный, что солнце застыло в янтаре. Что же с нами происходит, если мы испытываем дисбаланс или дисфункцию этой чакры? Первое, что дает или очень слабое солнце, или очень сильное солнце, да, то есть дисфункция может быть в двух направлениях. Это эгоизм, концентрация на себе. Когда у человека чрезмерно развита эта чакра, у него начинается дикая жажда власти. Почему эта чакра называется чакра управления, да, сила управления? То есть эту силу можно направить как в позитивном, как, скажем так, в благости, так и в каком-то негативном ключе. Соответственно, человек с хорошо развитой манипурой является лучшим руководителем. Человек с чрезмерно развитой манипурой становится деспотом. Человек со слабо развитой манипурой становится нерешительным и неспособным на какие-то поступки. То есть, как мы видим, перекос в одну или в другую сторону, он опасен одинаково. Соответственно, комплекс неполноценности это дает или комплекс превосходства, то есть, да, неправильная оценка себя. Это может дать потерю того, что человек воспринимает другого или его проблемы может воспринимать, да, потому что он, опять же, концентрируется только на своих желаниях. Нежелание прощать, злопамятность, высокомерие, отказ от духовности. Ну, опять же, потому что идет концентрация на своих желаниях. И, соответственно, если это тело наше, то тело уже реагирует, например, нехваткой кальция, потому что нет возможности усваивать кальций, как минимум. Да, солнце, у нас когда усваивается кальций? Когда есть витамин D, да, то есть, нет, например, солнечного света, нет витамина D, кальций не усваивается. То есть, даже здесь, на этом уровне, мы можем увидеть закономерность. Здесь можно даже такой простой логический вывод сделать, что когда люди, то есть, мало находятся на солнце, да, у них сразу, видимо, чакра ослабевает, но если они слишком много находятся на солнце, то, соответственно, она слишком развивается, да, и это тоже во вред. То есть, здесь нужно соблюдать правила безопасного нахождения на солнце. Да, это тоже. А что у нас здесь актуально, потому что у нас здесь очень солнца много. Да, у нас тут другая проблема, у нас нехватка. Также проблемы с пищеварением, да, потому что огонь пищеварения может быть или чрезмерно сильным, или слабым. Печень сразу реагирует на это, и суставы, как, ну, последствия-то уже, наверное. Что должно произойти, чтобы ваша манипура начала вести себя не так, как надо? Привязанность к результату своих действий. Да, есть очень хорошая тема, когда вы должны результат своей деятельности предлагать Богу, и за счет этого ваша деятельность будет и помогать другим, и, ну, скажем так, течь в хорошем направлении. Если вы очень зациклены на результате, то, соответственно, вы начинаете перегружать манипуру, и это приводит в баланс. Если вы используете, ну, скажем так, свои качества или свою энергию на какие-то плохие дела, манипура нарушается. Если у вас обратная сторона, если у вас нет желания развиваться, да, то есть вы находитесь в такой состоянии стагнации, нет роста никакого. Противоположно, когда у вас излишние амбиции, и когда вы просто пассивны, да, ну, то есть нет огня. Страхи. Страхи, потеря уважения, достоинства, страх неудачи и страх не быть признанным, да, ну, опять вещи, которые связаны с гордыней. Немножко ниже, чем обычная гордыня. Обычная гордыня в анахате концентрируется, но здесь уже идет как бы ниже, потому что это уровень земного. Все три остальные чакры, они, ну, как бы, анахата связывает их, да, то есть два треугольника, высший и низший. И анахата связывает. Здесь гордыня уходит уже ниже, в низшие чакры и, соответственно, создает больше проблем. То есть это такое томастичное гордыня, да, такая, которая в невежестве возникает. Да, да. Видя, я так понимаю, что гордыня тоже может быть, можно, наверное, гуме присвоить гордыне, так или иначе. Да, да, ну, как бы мы на самом деле каждое действие, да, можем поделить и посмотреть, как это происходит. Да, конечно, все, в каждой гуне все работает по-своему. И манипура, она тоже, скорее всего, может как-то проявляться и в сатве, и в раджусе, и в тамосе, то есть все ее качества. Когда манипура в гармонии, то это дает человеку способность к исключительности. То есть он может быть индивидуальностью и при этом не испытывать гордыню из-за этого. Духовно открыт, да, то есть он принимает других людей такими, какие они есть. Он может управлять эмоциями своими. И, соответственно, такое счастье, оптимизм, мудрость и способность самовыражаться. То есть достаточно важные показатели в жизни человека. И что нужно развивать для того, чтобы эта чакра была гармонична? Созрадание, духовность, любовь, ну, достаточно, и способность отдавать. Да, потому что самая главная проблема этой чакры – это эгоизм. Если мы будем говорить о гармонизации, Анечка, я тебе приду минутку. Способ гармонизации – это как раз и развивать в себе качества, такие, которые работают на отдачу, да, отдачу своего времени, труда, каких-то своих вещей. Они будут, таким образом, эти действия, они смогут гармонизировать нам чакру манипуру. Если мы, как бы, оттяжемся к ведической астрологии, я наверняка знаю, что, например, что нужно для того, чтобы гармонизировать Солнце. Солнце – это отсутствие эго, это умение брать ответственность на себя за других людей. То есть это на самом деле может сделать человек, только которого отсутствует эгоизм, отвечать за других, принимать решения – это опять ответственность. Вторая планета, которая опять же здесь участвует – это Юпитер. Это принятие других, это мудрость, это способность гибко реагировать, да, не судить. Потому что как только мы начинаем осуждать, гордыня растет, гордыня растет, манипура закрывается, да, то есть все это взаимоотношение. Очень интересно, здесь в Америке я еще добавлю такую ремарку, что здесь очень многие богатые люди, они развивают, то есть здесь очень принята благотворительность. У меня такая аналогия сейчас проскочила, что, видимо, они таким способом, когда они отдают что-то, да, они тем самым гармонизируют манипуру, потому что они уже достигли определенного уровня власти, определенного влияния, да, и отдавая, они гармонизируют это свое начало солнечное. Да, да, избыток. Избыток, да, совершенно верно. Массажное масло, которое можно создать для гармонизации манипуры, оно называется желтое, и в него входят достаточно интересные масла. То есть, опять же, мы берем базовое масло какое-то и масло фенхеля. Здесь прям про каждое масло можно сказать отдельно. Фенхель – это масло, которое в Аюрведе используется для массажа, для гармонизации всех дождь, да, для переведения всего организма в норму. И также фенхель, наверное, у кого есть дети, они знают, что есть специальная укропная вода, которую дают младенцам для того, чтобы у них не болел живот. То есть, это лучшее средство для, и еще те, кто был в Индии, они знают, что дают фенхеля зернышки после любой еды для того, чтобы, во-первых, освежить полость рта, во-вторых, для того, чтобы анализовать пищеварение. Если у вас какие-то проблемы с пищеварением, достаточно капли фенхеля на область пупка нанести, и это будет уже решать ваши проблемы. Либо можно просто пожевать эти зернышки. То есть, фенхель в плане пищеварения – это самое, наверное, идеальное масло. И для… оно успокаивающее. Второе масло… Концентрированное масло, Анечка, а концентрированное масло употребляется или как… Лучше… у меня был опыт очень интересный. Я обычно фенхель использовала чистое масло. И даже ребенку своему, когда у него болел живот, я обычно ему делала массаж чистым маслом. И он нормально реагировал. Но в один какой-то момент он покрылся и остал красного цвета, то есть кожа отреагировала. То есть, конечно, лучше не рисковать. Лучше любое масло разводить в базовом. То есть, например, взять кунжутное масло, да, добавить туда масло фенхеля, и это будет как раз вот рабочее такой массаж. Кунжутное масло, да, 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 любое масло можете брать. Масла, которые можно брать базовыми, можно брать нейтральные совсем. Это миндальное, персиковое и абрикосовое. Если у нас есть какие-то цели, например, ну, лето, жара, да, мы можем брать кокосовое масло для массажа. Если холодно, мы можем брать кунжутное. Если, ну, такая нейтральная погода, мы можем брать оливковое. И потом еще как наша кожа реагирует на это, да, то есть, может быть, у кого-то оливковое не подходит, потому что слишком плотное. Второе масло, которое мы используем в этом желтом массажном масле, это имбирь. Имбирь обладает немножко жгучим эффектом, и он все-таки масло более нижних чакр, но он здесь некую связку образует, да, то есть он, ну, как бы фенхель расслабляющая, имбирь согревающая масло, немножко жгучая, и он создает основу для этой комбинации. И герань. Герань – масло, которое практически равносильно розе, оно связано с другой чакрой, о которой мы говорили в прошлый раз, это свадхистана, да, то есть здесь как бы несколько масел, которые связаны с другими чакрами, они все выстраиваются в одну такую, в одну такую смесь. И еще одно, еще одно масло, которое обладает абсолютно обалденным эффектом, оно создает у человека радужное восприятие жизни. Это масло, которое называется лицея кубеба. У меня была подруга, у которой был сложный период жизни, и мы делали ей вот этот мармомассаж, используя как раз это масло. Она уснула через 5 секунд просто, начало массажа, и потом это масло забрала с собой. Оно пахнет как леденцы, и очень, на самом деле, очень может поднять настроение реально. Но единственное, что момент его нельзя использовать на солнце, потому что оно фототоксичное, и могут быть какие-то проблемы. Примерно такой же можно сделать спрей и распылять либо в комнате, либо на рабочем столовом, например, где вы находитесь, для того, чтобы эффект манипуры проявился и стал, например, сильным. Надо сказать, что удивительная вообще, конечно, связь природы с нашим миром прослеживается. Если мы вспомним, особенно вот из моего детства, да, запах манпахи, то у меня лично сразу вызывает радость даже просто одна мысль об этом. Уже не говоря о том, что я вспоминаю, это же металлическую коробку, и там вот леденцы такие. И, пожалуйста, вот это масло, которое оказывает такой же эффект и такой же запах, это потрясающе. Да, и с леденцами. Есть специальная медитация с этими маслами, которую можно проводить для того, чтобы манипура пришла в гармонию. Как обычно, например, перед любой медитацией с маслами мы наносим эти масла на руки, мы вдыхаем этот запах, этот сложный аромат. Мы проводим этими руками по ауре, потому что мы должны как бы себя окутать этим запахом. И мы можем сесть перед зеркалом, положить руки на солнечное сплетение и посмотреть себе в глаза. Нужно сосредоточиться, почувствовать, как энергия течет в теле и сказать громко. Я сегодня и всегда уважаю себя, я легко контактирую с миром, я уважаю мнение и чувства других. Это такая аффирмация, которая направлена как бы в три стороны, на мир, на себя и на окружение. И, соответственно, оно как бы вставит человека в правильное положение взаимодействия с миром. И этот ритуал нужно повторять в течение 40 дней, чтобы как бы принять и действительно начать это делать. Есть специальная мантра для гармонизации манипуры, ее нужно произносить либо в позе лотоса, если кто-то может, кто-то занимается йогой, или просто можно сесть на стул, главное, чтобы ноги были параллельно, не перекрещены и спина была прямая. Закрыть глаза, дышать глубоко и в течение где-то, ну, примерно 10 минут, это никогда не является жестким указанием, потому что всегда лучше искренне произносить, чем, например, считать количество. Ну, примерно в течение 10 минут мы повторяем мантру Ахам Брахма Сми. Это мантра, которая означает «Я есть Вселенная». То есть это мантра для контакта. Обязательно с этим… Мантра Господа Брама, да, получается? Судя по тому, как она звучит, я сделала такой вывод. А Господь Брама – это создатель нашей Вселенной, согласно. Да, и мы себя как бы идентифицируем с этим всем, да, то есть мы говорим, что мы Вселенная, ну, по сути мы являемся, да, частичкой маленькой, но иногда у людей из-за потери контакта с миром, да, они чувствуют себя, не знаю, может быть, одинокими или им не на что опереться. И вот эта мантра, она как раз как бы дает им, во-первых, веру в себя, во-вторых, контакт с миром. Повтори еще раз, пожалуйста, чтобы у нас зафиксировали у слушателей. Так, эта мантра звучит так. Ахам Брахма Сми. Брахма Сми. Замечательно. Очень советую потом нашу передачу посмотреть, законспектировать самые важные моменты и пользоваться как практическим пособием, потому что Аня дает бесценные совершенно знания. Я уверена, что это ту компиляцию знаний, которым владеет Анна, очень сложно найти в интернете, и вы потратите огромное количество времени для того, чтобы обладать. Невозможно, практически, это нужно. Да, и, к сожалению, не всегда добросовестные знания мы встречаем в интернете, поэтому, когда есть возможность получить это из авторитетных источников, это особенно ценно. Да, точно. Ну что, перейдем к маслам непосредственно, которые связаны с этой связью. Скажи, пожалуйста, а вот эти масла фенхеля и имбиря и герани, мы их можем смешивать все? Да, да, да. Мы их смешиваем, да? Да, да, да. Это такое массажное масло, микс, которое мы используем. Я могу сказать еще про порции. Значит, 10 капель герани... Так, это нет, это спрей у нас. 5 капель фенхеля, 5 капель имбиря, 10 капель герани и 3 капли лицея кубева. Значит, это такой у нас будет микс. Первое масло, о котором мы сегодня поговорим, это базилик индийский. Тулси, да, так называемый? Да, да, это Тулси. Если мы будем говорить о традиционном применении, то он очень хорош для пищеварительного тракта, при гастритах, при различных проблемах с печенью, как антиспазматическое действие дает, стимулирует пищеварение. Его надо очень аккуратно использовать, потому что он достаточно агрессивное масло считается, и его надо хорошо разводить. То есть одной капли для массажа, например, живота будет достаточно. Можно в базовое масло добавить, да? Да, 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 обязательно в базовое. Его обязательно в базовое. То есть, например, если мы используем для массажа, мы должны взять ложку столовую, да, это где-то примерно 25 грамм, и капнуть просто одну каплю этого масла. Обезболивающее очень хорошее, то есть может снимать какие-то боли, да, внутренние или спазмы женские, или у вас, например, мышечные спазмы, то есть это тоже базилик здесь используется. Как очень хорошее противовирусное, бактерицидное, и при таких проблемах, как ревматизм и артрит. Ну и, соответственно, если простудные заболевания, то практически все масла здесь работают, базилик в том числе. Наверное, нам больше будет интересны энергетические свойства масла, которые, может быть, не так сильно видно, но они работают при более сложных проблемах, да, которые, например, непонятно, как устранить. Потому что понятно, как устранить простуду, да, но как устранить страхи, это другой вопрос. Как раз здесь нам поможет базилик при страхах, при стрессе, при каком-то таком нервном очень состоянии, он помогает прийти в себя. Причем он такой масло-стимулятор, то есть, но он не заставляет человека бежать, он заставляет человека взять себя в руки и сконцентрироваться. Вот это его вопрос. То есть выполняет такой энергии, да, в некотором смысле, даёт потенциал, откроет себя от силы. При этом он помогает, например, когда гиперактивность у детей, он опять помогает сконцентрироваться, потому что гиперактивность – это дети очень такие, ну, которые очень-очень подвижные, и у них внимание идёт разбросанное. Он помогает именно сконцентрироваться и усиливать память. То есть, если вы что-то учите, мантру, например, длинную, то можно понюхать это масло. Астрологии занимаетесь, да. Особенно на начальном этапе, то это полезно. Я 10 раз один текст читаешь и ничего не запомнил. Он ещё как бы будет помогать вам понимать, потому что это масло, которое всё-таки с интеллектом достаточно сильно связано, то есть с более высокими чакрами, устраняет усталость и ментальную жёсткость. То есть опять, когда вы что-то не понимаете, надо понюхать масло, отложить, может быть, как прочитать мантру, и потом уже возвращаться. Если проблема, например, с настойчивостью или силы воли нет, то тоже здесь базилик может помочь. Он связан не только с чакрой манипурой, но ещё с чакрой сердечной, с анахатой. То есть некоторые масла у нас работают на нескольких уровнях, просто потому что они очень сложные и могут даже, например, на нижнюю, на верхнюю чакру разработать одновременно. А при этом наносить как нужно? На нижнюю чакру или на обе? Как здесь? Какая цель, да? Какая у нас цель? Если у нас работа идёт с манипурой, да, и, ну, сейчас как бы я даю рекомендации именно для неё. То есть мы тогда делаем в массажном масле, мы наносим на живот. Если у нас работа идёт с анахатой, то её можно, это масло можно наносить выше. Помогает для икоты, например, ну, не для икоты, а против икоты. Его нужно либо нюхать, либо есть такой более жёсткий метод нанесения на язык, но его, опять же, нужно каким-то образом растворять, да, потому что в другом масле. Или, например, растворять в мёде, да, наносить в каком-то эмульгаторе. То есть чистое масло нельзя. Если есть тревога, человек, например, у кого сложности с луной, наверное, знают такой внутренний монолог, бесконечный, человек очень сложно остановиться, освободить свой ум, то и нужно сконцентрироваться, человек продолжает там что-то говорить. Это, например, хорошо при занятиях йогой, да, когда вы не можете отключиться от бытового и вернуться в практику, то можно этим маслом массажировать зону солнечного светения по кругу, медленными движениями. И добавлять здесь не только базилик в это масло массажное, но и герань. Да, то есть герань, она очень хорошо расслабляет. То есть и здесь у нас получается такое двойственное воздействие. Базилик концентрирует, герань снимает напряжение, и человек входит в то состояние, которое необходимо. Это масло должно быть теплым, ну, как бы температурой тела, и его можно использовать для массажа ног и рук. Помним, да, что у нас рефлексованные зоны, которые очень важны, поэтому ноги – это место, которое можно массажировать всегда, и нужно массажировать разными маслами для достижения разных ритуалов. Я хочу еще здесь добавить маленькую такую ремарку от себя, ировидическую, для тех, у кого Доша Вата находится в дисбалансе, это очень рекомендую такие именно процедуры проводить. И даже если у вас Вата в порядке, но это Доша, которая всегда легко очень выходит из равновесия, и люди, у которых Вата присутствует в Конституции, это просто мат-тех, это обязательная такая рекомендация, использовать базилик и герань, просто обязательно. Да, особенно, наверное, это хорошо после полетов, да, когда Вата у нас... Да, кто-то много путешествует, абсолютно, да, я согласна. Когда Вата просто сразу выбивается. Да, и... Понимаем, о чем это. Да, я поэтому об этом говорю. Противопоказания есть у этого масла. Как я уже сказала, оно очень реактивное, да, то есть оно может дать реакцию на кожу, поэтому нужно очень аккуратно с ним и беременным не использовать, потому что оно стимулирует выработку эстрогена. Соответственно, если у вас есть какие-то опухоли, гормонально зависимые, и вы знаете, что вам нельзя эстроген, то, конечно, базилик использовать нельзя. Это очень важно для женщин в такой момент, который нужно обязательно обращать внимание. Зато это масло, опять же, в аэробидической перспективе очень хорошо для женщин, которые вошли в водоросли на паузы, потому что они пришли уже во время Вата, и для них это как раз крайне необходимо. Ну, при условии соблюдения правил безопасности, безусловно. У базилика индийского есть родственник. Базилик сладкий. У него более мягкое воздействие, и он очень хорош в кремах антиэйдж или любых кремах или масла, которые вы используете для лица. Он близок к индийскому, но у него определенные вещества, которые как раз дают вот эту жесткость маслу. Содержится в очень маленьком количестве. И самое главное, в нем есть линолол. Линолол – это как раз вот это мягкое воздействие масла, которое ценится очень в косметологии. И он не так снимает спазмы, из-за того, что у него другой немножко состав, но зато он более тонкий, и кожа очень любит его. Для чувствительной кожи хорошо, или для детей, например, его можно легче гораздо использовать. Он точно так же работает с проблемами желудка, противопростудная, обезболивающая и очень-очень легкий спазмолитик. То есть я бы, например, рекомендовала использовать базилик индийский. В энергетическом смысле он точно так же балансирует нервную систему, устраняет какие-то психоэмоциональные нарушения, сложности с памятью, с концентрацией, но опять же более мягким таким деликатным способом. Если последствия путешествий, мигрени, головные боли, то есть это масло достаточно будет мягко на вас влиять. Точно так же оно связано с солнечным сплетением и с сердечной чакрой. Они похожи, Ань? Нет, по запаху они разные. Разные, да? Более резкие, да. Именно из-за содержания вот этих монотерпенов базилик индийский более резкий. Базилик сладкий, очень-очень нежный, приятный запах. Ну, не до того, чтобы, наверное, его использовать в духах, хотя можно, наверное, и там. Да, 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 да. То есть, ну, я считаю, что на какие-то индивидуальные духи из масел натуральных вообще нет ограничений, потому что люди разные, кто-то, может быть, мяту с сосной хочет, и это можно использовать. Для того, чтобы успокоиться в стрессовых ситуациях, вы наносите базилик на солнечное сплетение, и это даст вам ментальную ясность и эмоциональный контроль, да, возможность управлять вашими эмоциями. Его можно добавлять в массажное масло или в соль для ванны. То есть, это будет такая энергетическая очистка, то есть, он еще и дает возможность очищения. Опять же, беременным использовать нельзя по тем же самым причинам, и если кожная реакция, но только у очень-очень-очень чувствительных людей. То есть, обычно это не проявляется. Хотя, опять же, все равно используйте его в разведении, да, с базовым маслом. Вот. Следующая, наверное, очень всем знакомая ромашка. Достаточно распространенная на территории России растение, используемая в медицине народной. По-моему, я не знаю, в Советском Союзе у каждого человека ромашка была дома. Да, всем ее и чай можно пить, не противопространяется. Мне кажется, и сейчас она до сих пор пользуется достаточной популярностью, тем более в современной чайной индустрии. Вообще ромашка очень популярное такое растение. Поэтому оно нам знакомо и понятно. Да, но масло из ромашки очень дорогое. Как интересно, казалось бы, да? Цветы такие доступные, а масло очень дорогое. Достаточно дорогое. В традиционной медицине применяется при бессоннице, при нервных каких-то расстройствах, беспокойствах, если есть астма на нервной почве, если есть воспаления какие-то и проблемы с кожей, ну, типа, не знаю, нейродерматиты, что-то такое. То есть на нервной почве проблемы с кожей. Если болезненные менструации, боли, спазмы какие-то тоже ее можно использовать. Ну, и хорошо для кожи. Для кожи очень мягкая. Например, если мы делаем детский крем, то вот хорошо использовать, ну, даже не саму ромашку, а гидролат. Вот эту цветочную воду ромашки, она обладает таким очень хорошим действием для детской кожи. То есть антибактериальная, снимает воспаление, раздражение какие-то. То есть это можно все использовать. И для энергетические свойства ромашка снимает раздражение, да, то есть вот это вот, когда человек, может быть, даже раздражается, прячется внутри, то есть ромашка помогает это вытащить и убрать это раздражение. Освобождает и очищает эмоциональное состояние, да, то есть тело от эмоций. И считается, что она работает на астральном уровне, да, то есть она уже влияет на очищение ауры каким-то образом, поднимает настроение, принятие реальности позволяет сделать более четким. И если, например, вам нужно что-то обдумать, какая-то сложная ситуация, то она помогает эту ситуацию спокойно воспринять и обдумать, да, то есть ее проанализировать. Если человека бросили, то ромашка даст силы и, соответственно, позволит принять себя в этой ситуации, да, то есть не только мир принимать. Опять же, она связана с манипурой, с анахатой, то есть очень, вот этот переход, он очень-очень такой тонкий, да, иногда масло, они, уже третье масло, которое мы рассматриваем, оно связано именно с двумя с этими чакрами. Хорошо работает. Я хочу добавить еще, ты знаешь, вот ты сейчас рассказывал про ромашку, и вот у нас есть некие представления, да, там в детстве все люди гадали на ромашках, да, потом у нас есть определенный паттерн, что ромашка успокаивает, и мы вот эти вот вещи, на самом деле, их очень легко все перенести на тонкий план, потому что они точно так же работают, и все вот эти приметы, все эти такие вот моменты, они совершенно не случайны, они возникают в народе не просто так, потому что будьте очень внимательны к тому, что вы делаете, и о чем вы думаете, и на что, и что, какие действия вы совершаете, потому что они все глубоко-глубоко связаны, и если та же самая ромашка, она очищает ауру, очищает тонкое тело, успокаивает тем самым, да, и она и на физическом уровне точно так же воздействует. Вообще, вот я чем больше занимаюсь такими духовными практиками, аюрведой, джойтишем, вот с тобой, с твоей помощью ароматерапии узнаю сейчас, тем больше я удивляюсь вот этой взаимосвязи нашего внутреннего, внешнего и тех сил, которые нам дает Вселенная. Я тебе передаю слово, спасибо тебе, что ты выслушала мою ремарку. Нет, нет, это очень важно, потому что нужно понимать, да, что когда мы говорим энергетические свойства масла, это, ну, как бы даже для людей науки не должно вызывать, ну, как бы, ну, не должно иметь эзотерического смысла, потому что это работает на уровне психологии, это работает на уровне тела, и, соответственно, почему бы это не должно работать на энергетическом уровне, то есть масло очень тонкий продукт, оно работает на всех, на всех наших, во всех наших ипостатях, да. Как же использовать его? Очень хорошее для детей, да, как я уже сказала, например, при прорезывании зубов можно массажировать десна, капли ромашки. Если живот болит у маленьких детей, у грудничков, тоже 1 чайная ложка базового масла и 3 капли ромашки можно использовать для массажа живота. Если вы взрослый уже и испытываете приступы гнева, то массаж солнечного светения и печени, он тоже может дать вот этот контроль, управление эмоциями, да, чтобы не выходить из себя. И если, например, дети, которые либо хныкают постоянно, даноют, либо гиперактивны, то ромашка будет здесь, можно сделать такой массаж маслом, постоянно делать такому ребенку. Это ромашка, мандарин и макадамия. Да, мандарин как цитрусовый дает приятный вкус, и он тоже такое расслабляющее масло. И ромашка тоже успокаивает. Живот и область солнечного светения. Я сейчас визуализировала просто масло ромашки, макадамии и мандарина, и прямо у меня мечта появилась пойти помассировать себе, потому что настолько я люблю вот эти запахи, просто как вот для меня осознанный. Знаешь, что интересно, что масло ромашки, оно синего цвета. Да, даже неожиданно. Если стресс или беспокойство, то можно массажировать зону сердца, ну, понятно, что не слишком активно зону сердца, и солнечное светение этим маслом. Можно, если головная боль, массаж аджны, аджна у нас, помним, да, третий глаз, затылок и виски. Это снимает головные боли, напряжение, если даже ментальное просто напряжение, это можно делать. У ромашки нет никаких противопоказаний. Ну, если гипотетически у вас вдруг есть проблема с аллергией, то ромашка, ну, практически уникальное масло, очень редко масло не имеет противопоказаний, очень мягкое. Ну, к сожалению, мы живем в таком мире сейчас, когда у людей так развиваются аллергии страшным образом, что поэтому в любом случае, даже зная, что ромашка не имеет противопоказаний, нужно быть аккуратным и всегда соблюдать правила безопасности при работе с маслами. Это очень-очень важно. Вообще при любом лечении, при любой натуропатической медицине обязательно нужно на это обращать внимание, чтобы не действовать себе во вред. Сейчас я бы хотела сказать об одном масле, к которому я испытываю такую особую любовь. Оно, с одной стороны, очень простое, с другой стороны, оно практически уникальное. И самое главное, что это растение мы используем ежедневно. И не только в лечебных целях, но в кулинарии, и практически везде-везде. И я надеюсь, что сейчас узнать новое что-то про это масло. Желтый плод, цитрус, это лимон. Лимон глобально, наверное, одно из самых лучших масел для проведения, ну, для выведения токсинов. Это лучшее масло для печени. И даже когда, например, есть какие-то сложные заболевания, вроде гепатита, лимон помогает, ну, не излечиться, понятно, а восстановить печень. И лимон – это прекрасное средство для снижения давления. То есть, если у вас давление пониженное, то, конечно, нужно быть аккуратным. Если у вас есть, как бы, болит голова, из-за того, что повышенное давление, то можно просто съесть несколько долек лимона. И уже это будет плюс. Его очень хорошо применять, как тонизирующее средство, то есть общий тоник. Он на самом деле не обладает каким-то, ну, он не стимулятор. Но, как бы, снять усталость, когда у вас период реабилитации, после болезни, или после какого-то сложного момента, да, когда вам нужно восстановиться. Лимон – это лучшее. Он восстанавливает, как бы, все способности организма. Воспринимать информацию, думать, да, то есть вот это вот обдумывать все. То есть его, ну, оно практически универсальное, да, то есть его практически всегда можно использовать. Его такое тоже, наверное, традиционное больше применение – это как раз вот печень, да, проблемы с печенью. Если у вас какие-то проблемы с выведением желчи, он тоже помогает. И если застой крови, он циркуляцию восстанавливает крови и укрепляет сосуды. То есть, ну, это хорошо, например, для профилактики атеросклероза. На энергетическом уровне, если застой какой-то есть физический, особенно, да, если вам нужно, вы хоть решили заниматься, там, сбросить вес или заниматься спортом, а тело, оно еще не готово, то хорошо прям пить лимонад. Да, простая вода с лимоном, с медом или, там, с мятой, например, да, тот же самый, типа мохито. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что лимонад – это не газировка, да, а это простая вода с добавлением лимона. Лимон, вот, это особенно важно, да, и никаких искусственных сахаров, то есть, если вам нужен поплотитель, используйте мед обязательно. Ну, естественно, самое лучшее средство мы с тобой знаем, как женщины, это утренняя вода с лимоном, которая, кстати сказать, обладает удивительным свойством. Теплая. Теплая вода, обязательно, да, теплая вода, которая ощелачивает организм, что очень современному человеку крайне необходимо, потому что он очень сильно когда наш организм закисляется, и нам обязательно нужно ощелачивать его. И вот вода с лимоном утренняя, она обладает вот этим свойством ощелачивать организм. Казалось бы, хотя кислая среда, но тем не менее, вот это уникальное свойство лимонной воды. И лимон в этом случае будет выводить токсины, что тоже очень важно. То есть, его можно прямо как курс проводить для того, чтобы вывести. Маленький, маленький, как бы, такой момент, если у вас пониженное давление, и это лимон вам еще сильно понижает, то замените его на грейпфрут. Примерно те же самые. Ну, они, конечно, разнятся, но эффект он производит такой же, без понижения давления. С энергетической точки зрения он также помогает принимать решения без лишних эмоций. Возвращается оптимизм, помогает оценивать себя адекватно, если все окружающие оценивают вас совершенно плохо. То есть, если, например, есть проблемы в коллективе, вы чувствуете себя таким, не знаю, аутсайдером, то это масло можно, и вам нужно принимать какие-то решения, например, вам нужно искать другую работу, то можно использовать лимон для того, чтобы восстановить вот эту правильную оценку себя. Да, потому что иногда вот из-за отношений окружающих мы тоже начинаем, ну, как-то, может быть, себя, к себе плохо относиться. Он помогает адаптироваться и такую гибкость дает ментальную, да, то есть способность воспринимать информацию открыто и без каких-то ложных суждений. Применять его можно достаточно просто, то есть распылять, как в воздухе, да, можно ставить аромалампу, это дает концентрацию, работоспособность и аналитические способности повышает. Одна капля лимона перед едой улучшает пищеварение, то есть, опять же, как мы должны это делать? Мы должны это либо на сахар, либо в меде обязательно чистое масло, конечно, принимать нельзя, тем более лимона. Как мы уже сказали, две капли лимона с ложкой меда в стакане улучшают работу печени, желчного желудка, но проще использовать просто дольку лимона, чем класть масло. И если, например, человек проходит период химиотерапии, то ежедневный прием трех капель масла помогут защитить печень от разрушения, да, то есть от воздействия химических веществ. И просто очищает воздух. То есть элементарно применение лимона помогает, ну, как бы просто поднять настроение даже, да. Мне кажется, что лимон еще и даже противопаразитическими свойствами обладает, то есть он такую профилактику паразитов можно проводить с помощью лимона. Да, да, ну, потому что он хороший детоксикант очень. Если вы путешествуете, то можно использовать такую смесь масляную, это лимон, мята и базилик. Можно смешать эти масла, и, например, если вы в путешествии, можно нюхать флакончик, да, или капать себе куда-то в аромакулон, тогда это поможет вот этих неприятных последствий, как выбивание ваты, да, то есть, прости. А масло лимона, оно тоже фототоксично, как масло цитрусовых, да? Тоже обязательно соблюдайте правила безопасности, что цитрусовые масла, они все фототоксичны, поэтому нанеся их нельзя находиться на солнце. Да, обязательно. Если у человека проблема с печенью, что хорошо делать? Особенно это хорошо делать весной. Для печени время это апрель. И почему всегда посты проводятся в это время, да, то есть хорошо очищать, разгружать печень, хорошо проводить, например, такую смесь делают, которую тоже принимают вовнутрь, но это очень-очень аккуратно в хлебном мякише или в меде, то есть, если у вас никаких нет проблем с аллергией. Берется лимон, розмарин, мята и кориандр. И делается такая смесь по 20 капель каждого масла смешивается, и по 2 капли перенимается перед едой в течение где-то 40 дней, да, то есть проводится такая как бы очистка печени, и эти масла помогают восстанавливаться ее клеткам. Лимона... Еще у тебя есть какие-то масла в запасе? Может быть, у нас еще мы одно масло успеем разобрать? У нас уже не так много времени осталось до конца эфира. Да, я сейчас скажу про ключевое слово для лимона, и мы сейчас посмотрим, выберем, какое масло рассмотреть. Ты решишь. Хорошо. Хорошо. Важный, мне кажется, момент, если у вас есть зависшая ситуация, и вы хотите ее сдвинуть с места, то нужно вдыхать аромат лимона и повторять, представлять эту ситуацию и говорить слово «продолжение». То есть продолжение – это ключевое слово лимона. И, соответственно, если какой-то, ну, у вас застой и нет идей, или вы не знаете, куда идти, я обычно всегда рекомендую попросить у Вселенной новые двери, в которые вам нужно зайти, но вы можете идти обязательно в процессе ходьбы, вдыхать лимон и говорить слово «продолжение». Таким образом мы привлекаем что-то новое и ускоряем события. Ну, опять же, в рамках своей кармы. Да? То есть если нам это не положено, то мы вряд ли можем что-то сделать. Ну, смотри, мы можем про фенхель еще поговорить. Есть еще герань с этой точки зрения, с Манипуры, и что еще интересного? Мир лимонный. Давай герань. Я тоже так люблю герань. Давай. Так что давай про герань. Мне кажется, это замечательное тоже масло, которое удивительное. Герань... Герань... В некотором смысле, да. Герань есть нескольких видов. Например, самая лучшая – это герань египетская. Она очень приятно пахнет, ее запах похож на розу, и она прекрасна в косметологии. Просто как антиэйдж, и ее прям чуть ли не чистой можно наносить. Есть второй вид герани – это герань бургонная, и она пахнет не так прекрасно, немножко пожестче, но тоже, в принципе, качества у нее почти такие же. То есть, соответственно, это для кожи хорошо, она решает все вопросы, какие-то проблемы кожные, восстанавливает, то есть регенерирует кожу и выводит токсины. Есть ли какие-то проблемы с кишечником, то есть противовирусный, противовирусный, спазмолитик, и печень стимулирует. И от комаров. Очень хорошее масло. Ну, конечно, его лучше, как антимоскитное, использовать с гвоздикой и с... Сейчас скажу еще с чем. Забыла еще одно масло. С лимонным каким-то этим. Лимонград. Лимонград, гвоздика и герань. Единственная проблема, что лимонград и гвоздика очень стимулирующие масла. И если вы будете это ставить, например, на ночь, то комары, может быть, вас не будут беспокоить, но вы не уснете. Да, то есть надо аккуратно с этим маслом обращаться. Герань очень расслабляющее масло. Оно, конечно, из-за своего воздействия очень сильно связано с Атхистаной. Да, мы, если помните, мы в прошлый раз говорили о том, что для зачатия хорошо массировать живот этим маслом, да, массать этим маслом живот, подготовки к беременности. но оно работает гораздо еще и выше на манипуре. И в этом случае оно хорошо при фобиях, при страхах, при каких-то состояниях таких нервных, когда вы не можете расслабиться, да, и у вас какая-то ситуация, которая вызывает очень сильное напряжение. То здесь очень-то герань подходит. Гармонизирует, как бы, мужское и женское в человеке. То есть и энергию, и ниянь, да, две противоположности приводит в норму. То есть, как взяк, да? Ну, такой легкий, и он женский очень. То есть, смотри, есть маленький, я не помню, говорила или нет, но вот абразияки, они делятся на женские и мужские. Для мужчин они стимуляция, а для женщин они расслабление. Расслабление. Вы говорили это, по-моему, с тобой на первом, на нашем... Да, 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 мы об этом говорили. Вот. Вот так, важно нам, женщинам очень важно знать. Да, да, да. Ну, еще раз мы скажем о том, что даже в ситуации, когда мы говорим об управлении, да, женщине важно быть расслабленной, потому что это ее нормальное состояние. Это мужчина должен быть всегда на охоте, на посту и ответственный. Женщина должна быть расслаблена, тогда ее управление будет идти через другие чакры и через другую энергию. Да, и будет меньше мужских качеств на самом деле проявляться, что как раз если с точки зрения бизнеса рассматривать управление, когда женщина управляет, то это даже, пожалуй, лучше. Женщина управляет от своей природы, а не от мужской, то это очень важно. Герань может позволить вам создать позитивную обстановку, усиливать магнетизм личности и позволяет притягивать хорошие события в жизни, позитивные, то есть такое очень позитивное масло. Если герань может, если ее смешивать с другими маслами, например, с кайпутом или есть такое масло цистус, если смешивать 50 на 50 и наносить на рану, она способна остановить кровь, то есть обладает даже таким дезинфицирующим, заживляющим действием. Если в крем мы ее добавляем, опять же, ну, это должен быть натуральный крем, она позволяет заживлять различные проблемы с кожей, то есть у нее очень сильное действие вот этого регенерации, очень сильное, и она просто позитивное настроение создает. Ну и, соответственно, то, что я сказала, лемонграссы – это для насекомых. Есть очень интересная техника для путешествий, чтобы в путешествии там не потерять багаж, кстати, я это делала, не потерять багаж, и чтобы путешествие прошло хорошо, нужно наносить герань на руки и на багаж во время путешествия. Мы с моей подругой ехали как раз в Ниццу на аромообучение, и мы ехали через Милан, летели Air Italia. Она мне сказала, что это очень проблемная компания, которая постоянно теряет багаж. Я сказала, не волнуйся, мы поставим защитную мантру и масло на наш багаж, и все будет хорошо. Ну, в общем, багаж мы не потеряли, поэтому не знаю, что способствует. Да, действительно, я считаю, что это вам именно только масло и мантра помогли, потому что, действительно, Air Italia очень проблемная компания. Ну, она до этого два раза теряла багаж, потому что она опытная была уже в этом отношении. Аничка, спасибо тебе огромное, вообще, тема настолько бесконечная, я не могу, мне каждый раз с тобой беседы, мне все хочется еще больше и больше продолжать, и я хочу порадовать наших радиослушателей, потому что 17 марта Аня к нам опять придет в гости, и мы будем говорить уже про четвертую чакру. Вот, и также я хочу поблагодарить Анну за ее замечательный экскурс в аромотерапию. Каждый, кто хочет получить консультацию Анны, вы можете найти информацию о ней, с ее контактной информацией у нас на сайте. Аня ведет очень много интересных групп по астрологии, по аромамаслам. Записывайтесь к ней в социальных сетях, и, думаю, вы получите неоценимые знания. Еще раз спасибо тебе, дорогая, за этот прекрасный эфир, за интересную информацию, и приглашаю наших радиослушателей присоединяться к нам каждый четверг. Следующий четверг у нас будет очень интересный гость, йога-терапевт, который делает йогу для лица. Аня, я тебя тоже приглашаю, если у тебя будет возможность, обязательно присоединяйся к нашим радиослушателям. Спасибо вам огромное всем, и до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok